МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена Лапушкина избрана главой города на ближайшие пять лет. По итогам голосования она получила единогласную поддержку. Защита и контроль депутат Госдумы Александр Хинштейн проверил, что сделано для безопасности учеников самарских школ. Узнать, в чем нуждаются, и оказать помощь. Глава Самары Елена Лапушкина в администрации Советского района провела встречу с семьями мобилизованных. Сказки подземелья, как украсили к Новому году станции Самарского метро. Елена Лапушкина стала победителем конкурса по выбору мэра областного центра. Его финальный этап состоялся в рамках 43-го пленарного заседания Городской думы. Вторым кандидатом на пост главы Самарской администрации был Павел Чумак. По итогам голосования Елена Лапушкина получила единогласную поддержку со стороны народных избранников. Напомню, глава Самары избирается на пять лет на конкурсной основе. Подробности расскажем в следующем сюжете. На повестке 43-го заседания Думы городского округа Самары 7-го созыва вопрос не одного года, ближайшего пятилетия. Депутатам предстояло выбрать главу города на этот срок. Всего заявки прислали 15 кандидатов. После работы конкурсной комиссии к началу итогового голосования на пост претендовали два человека. Действующая глава города Елена Лапушкина и депутат Городской думы Павел Чумак. Кандидаты представили на заседании свои предложения по развитию города. Павел Чумак отметил среди приоритетных задач выстраивание диалога власти с промышленными предприятиями. А предложения Елены Лапушкиной базировались на положениях актуализированной стратегии развития города, среди приоритетов которой развитие человеческого потенциала, повышение качества городской среды и поддержка инициатив населения. В моих предложениях, представленных на конкурс, большое внимание уделено обеспечению сбалансированной бюджетной политики, выполнению социальных обязательств, строительству социальных инфраструктурных объектов. Также считаю крайне важным направлением работы молодежную политику, поддержку предпринимательства и инициатив населения. Считаю, что одна из самых важных функций органов местного самоправления всегда, особенно в периоды испытаний, это объединение людей вокруг решения конкретных задач. Поддержка уже сформировавшихся сообществ, создание условий для развития и помощи ресурсами и возможностями. Депутаты, прослушав кандидатов, единогласно выбрали Елену Лапушкину главой Самары на следующие пять лет. Сразу после заседания, вступая в должность, Елена Лапушкина произнесла слова присяги. При осуществлении полномочий главы городского округа Самара уважать и охранять права и свободу человека и гражданина, действовать в интересах населения городского округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Самарской области, устав городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара. Первым с избранием главу Самары поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что за последние несколько лет город заметно преобразился. Елена Владимировна, я хочу пожелать успехов в вашей работе, настойчивости, твердости духа и духа победного, конечно. Сегодня наши земляки отмечают, как преображается город, и чувствуется, что в городе есть настоящая хозяйка. Высокий профессионализм Елены Лапушкиной и ее достижения на посту главы города отметили и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, и председатель городской думы Алексей Дегтев. Жители стали верить в свой город, в его будущее и любить его еще больше. Я, Елена Владимировна, от души вам желаю успехов, здоровья, конечно, чтобы коллектив, которого руководить, вас поддерживал, вас понимал с полуслова. Елена Владимировна, продолжайте делать хорошее. Знаете, здесь вас уважают, здесь вас любят, готовы на сотрудничество, дальнейшую совместную плодотворную работу на благо нашего любимого города Самара и его жителей. Поздравили главу города и депутаты Государственной думы Леонид Симоновский и Александр Хинштейн. В ответном слове глава Самары Елена Лапушкина выразила благодарность за поддержку и оказанное доверие, и пообещала приложить все усилия для улучшения качества жизни в городе. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Избрание Елены Лапушкиной поддержали и члены общественной палаты Самары. Елена Владимировна, конечно, приобрела гигантский управленческий опыт. Это неоценимо для каждого руководителя. И бывали в разных ситуациях, встречаясь с руководством разных уровней. Это очень ценно для принятия решений в стрессовых ситуациях. Власть Самарской области и власть уровня муниципальной, головы города вместе с губернатором, выстроены таким образом, что есть поддержка, понимание, знание того, как нужно двигаться дальше. Я думаю, что вот это сотрудничество, оно и дает своеобразные результаты. А то, что Елена Владимировна за вот это время проделала огромную работу со своей командой, которая вместе с ней работает в городе, я думаю, что даже не нужно ничего еще дополнительно говорить, потому что просто стоит выйти на улицы. Мы видим измененные улицы, мы видим благоустройство, мы видим строительство новых детских садов, мы ощущаем строительство новых школ. Конечно, динамика радует, и радует очень откровенный разговор о перспективах развития, о стратегии, то есть понятно, над чем нужно работать. И это очень импонирует, вот в этот непростой период никто не уходит ни от каких трудностей. Абсолютно откровенно Елена Владимировна приезжает достаточно часто во все районы нашего города, и у любого, в принципе, жителя есть возможность вообще напрямую поговорить с главой города, которая либо сразу даст ответ, либо даст поручение, абсолютно точно найдет вариант решения вопроса для конкретного человека, для конкретной семьи. Глава Самары Елена Лапушкина в администрации Советского района провела встречу с семьями военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции. На встрече традиционно присутствовали главы профильных департаментов и представители районной администрации. Родственники мобилизованных самарцев, добровольцев и проходящих службу по контракту задали волнующие их вопросы о предоставлении мест в детских садах, о порядке предоставления материальных пособий и урегулировании жилищно-бытовых ситуаций. Эти и другие вопросы в городе решаются адресно при участии администрации Самары. В преддверии Нового года семьям мобилизованных глава Самары вручила подарки от губернатора, а детям передала игрушки, о которых они просили у Деда Мороза, участвуя в благотворительной акции «Елка желаний». Безусловно, встречи будут продолжаться до тех пор, пока они будут необходимы. В любом случае, я и районы, и сотрудники городской администрации на постоянной связи. Если возникает какая-то острая необходимость, мы готовы помочь, мы всегда рядом. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что производство минимум трех новых моделей «Лада» начнется на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге на старте его перезапуска. Компания планирует выпускать на предприятия автомобили «Лада» дороже основной линейки. Конкуренции между моделями не будет, отметил глава организации. Сейчас «АвтоВАЗ» ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству на бывшей площадке «Ниссан». В следующем году планируется выпустить на заводе в Санкт-Петербурге до 10 тысяч новых моделей «Лада». Однако, как подчеркнул Максим Соколов, это осторожный прогноз. Напомним, в конце октября компания «Ниссан» заявила о передаче «АвтоВАЗу» своих российских активов, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности. Сохраняя традиции, Самарское метро декорирует к Новому году. Каждая станция оформлена в индивидуальном стиле. Гагаринская превратилась в детскую художественную галерею, а на российской появился камин. Тему продолжит наш корреспондент. На станции метро Гагаринская в преддверии новогодних каникул открылась картинная галерея. Более двух десятков детских рисунков украсили вестибюль. Тема, естественно, новогодняя. Писали картины дети работников Самарского метрополитена. И мы хотели создать такое новогоднее настроение. И у каждого из нас дома есть детские рисунки. И этой радостью мы хотели поделиться с нашими пассажирами и поздравить каждого жителя города Самары с наступающим Новым годом и с Рождеством. Кроме выставки «Зима глазами детей» за неделю сотрудники Гагаринской расписали стены вестибюля. Появились сказочные персонажи, Дед Мороз, лесные звери и, конечно, символы наступающего 2023 года – кролики. Пассажиры говорят – сразу поднимается настроение. Причем очень красиво в этом году. Вот на станции Московская очень красиво. На станции Российская камин сделали очень красивый. Так что очень красиво оформляют каждый год причем. Это и настроение придает. И, во-первых, детские рисунки – это всегда красиво. На станции метро Российская появился уютный уголок с новогодней елкой, камином и мишкой на льдине. Пассажиры мимо не проходят, рассказывает станционный смотритель. Обязательно фотографируются на память. А в ночь на 1 января, когда пробьют куранты и метро закроется, работники под «Зимки» у камина встретят Новый год. Мы очень дружная команда, которая, в общем-то, в принципе, друг друга поддерживает. Мы точно так же встречаем Новый год здесь, на рабочем месте. Почему бы не собраться элементарно около камина и в 12 часов, и не поговорить, и не спеть какую-нибудь песенку около елочки. На семейной ценности, семейный очаг, теплые, задушевные новогодние вечера, около красивого камина. Украшать станции Самарского метро стали с первых лет его открытия. А в последние годы сотрудники участвовали в конкурсе на самую сказочную станцию. Победители получали подарки от профсоюза. В этом году соревнования отменили, однако вестибюля от этого хуже выглядеть не стали. Даже наоборот, отметило руководство метро. Просто по-домашнему отнестись к этому и украсить каждую станцию с теплом и заботой, чтобы передать все это нашим пассажирам, чтобы они чувствовали себя уютно. Главная задача – это доставить радость нашим жителям и гостям города. Каждый из сотрудников, который принимает участие, вкладывает частичку своего труда и, соответственно, я бы сказал, душу, чтобы было красиво и уютно всем. Яркие стены самарского метрополитена будут радовать глаз пассажиров до Старого Нового Года. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События. Лицензированные охранные предприятия, видеонаблюдение, электронные системы распознавания лиц – все это необходимо для безопасности в общеобразовательных учреждениях Самары. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии осмотрел самарские школы. Какие вопросы возникли у проверяющих и все ли рекомендации по защите объектов образования исполнены, расскажет Ольга Павлова. Эта умная электронная система, установленная в 41-й самарской школе, не только безошибочно распознает лица учеников. Она может измерять температуру тела, контролировать рабочее время персонала и то, как школьники посещают занятия. Турникеты открываются после того, как система распознавания лиц идентифицирует человека. Данные об учениках она берет из автоматизированной системы АСУ-РСУ. По совпадению он, соответственно, распознает свой и чужой. Поэтому в данном случае эти данные можно назвать биометрическими. В состав системы безопасности входят 4 арочных металлодетектора, 4 турникета и 8 видеокамер. Все они подключены к системе распознавания лиц. Таким образом, войти в школу свободно могут только учителя и сами учащиеся. Тем не менее, вопрос защиты общеобразовательных учреждений необходимо прорабатывать более детально, отмечает депутат Государственной Думы Александр Хенштейн. Задача состоит в том, чтобы выработать единый подход, который усилит степень и уровень защищенности школ. В случае непредвиденных ситуаций у установленных турникетов, по мнению парламентария, может оказаться недостаточно. Начинать нужно с территории каждой самарской школы. Они должны быть ограждены и закрыты для посторонних лиц. Там должна присутствовать видеокамера, чтобы охранники видели, кто подходит в школе. Второе. Непосредственно рубеж самого хода на обед. Турникет таковым рубежом не является. Одно из решений – это железные двери с магнитным замком. Что недавно и сделали в 12-й самарской школе. Здравствуйте! Цель вашего прибытия? Я прибытия школы. Такой режим постоянно действует? Постоянно действует. Это контроль. Зайти в 12-ю школу ученики могут до 8 часов 15 минут. Далее дверь закрывается и работает только на выход. Опоздавших, конечно, пустят, но в очередной раз напомнят о дисциплине, которую необходимо соблюдать. По технике безопасности дверь необходимо закрывать до завершения занятий. А это с учетом второй смены фактически на целый день. Кроме того, бесперебойно должны работать системы видеонаблюдения, оповещения и тревожная кнопка. Окна первых этажей всех, без исключения учебных заведений, необходимо оснастить решетками. Такая договоренность с МЧС уже есть. Определенные требования имеются и к частным охранным предприятиям. Есть предложение Росгвардии, я его поддерживаю, о том, чтобы максимально укропнить лоты, для того, чтобы на охрану школ заступали профессиональные, частные охранные организации, чтобы цена-качество было соответственной. В идеале, по мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, техника безопасности в самарских школах должна стать неким пилотным проектом в масштабах России, где будет выработан единый алгоритм и реализован на практике. Над этими вопросами уже работают в городском департаменте образования. Самарские школы оснащают всем необходимым для безопасности учеников и педагогического состава. Технические средства оснащения – это видеонаблюдение, это ИСКУДы, система контроля управления доступом и так далее, система видеонаблюдения, что тоже сейчас в каждой школе у нас присутствует. Это обязательно для того, чтобы охранник мог глядеть не только сам, но и с помощью камер видеонаблюдения, которые по периметру и внутри здания расположены. Инициативы, которые прозвучали в ходе объезда самарских школ, будут озвучены парламентарием и рассмотрены на законодательном уровне. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. Житель в Самарской области хотел заработать на бирже, но вместо этого лишился почти 4,5 миллионов рублей. В дежурную часть полиции Сызрани с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний местный житель, работающий токарем. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на его имя счет. Согласившись на все условия неизвестного, токарь в течение 16 дней в разных банках оформлял кредиты на общую сумму 4 миллиона 414 тысяч рублей, после чего обналиченные средства внес на свой брокерский счет. О том, что стал жертвой мошенника, понял лишь, когда ему прислали неверный код для доступа к брокерскому счету и перестали брать трубки. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. В Самаре продолжается череда детских новогодних утренников. Волшебство пришло и к тем, чьи мамы находятся в местах лишения свободы. Дом ребенка находится при женской исправительной колонии номер 15, которая расположена в Куйбышевском районе областного центра. На праздник пригласили и нашу съемочную группу. Вы меня не бойтесь, детки. Я сегодня так добра, никого из вас не трону. Веселиться к вам пришла. Сказочная атмосфера царила сегодня в доме ребенка. Детское учреждение находится при женской исправительной колонии. Ее сотрудники и мама малышей провели для детей новогодний утренник. Новый год – это самый, мне кажется, главный праздник, тем более для детей. Это сказка, волшебство. И мы стараемся сделать его максимально красивым, максимально праздничным. Все это, чтобы выглядело достаточно эффектно. В доме ребенка сейчас воспитываются около 30 детей от рождения до 3 лет. Их мамам, которые отбывают наказание, всегда находятся рядом с ними. Малышей нарядили в костюмы зайчиков, белок, медведей и разыграли для них и гостей праздника спектакль. Мы стараемся сделать здесь позитивную, добрую атмосферу. Она другая, чем на свободе атмосфера. Потому что каждая мама знает имя каждого ребенка. Все друг друга поддерживают. Они находятся здесь круглосуточно. Поэтому другая атмосфера здесь, более позитивная, более приветливая. В гости к детям приехали руководство регионального управления ФСИН и представители общественного совета при федеральной службе исполнения наказания. Здесь такая теплая атмосфера царила. Это буквально до слез. Такой сложный был поставлен спектакль. Такая продуманная постановка. Я даже почувствовала, что со мной за весь год таких чудес не совершалось, как сегодня. Мамам после завершения праздника пожелали поскорее выйти на свободу и больше никогда не возвращаться в колонию. Детям подарили сладкие подарки и фрукты. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. Проект создания в Самаре межвузовского кампуса международного уровня обсудили на расширенном совещании, который провел замглавы Миноборнауки России Андрей Амельчук. Напомним, проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в стране и одержал победу в федеральном конкурсе. Регион станет одним из девяти субъектов Российской Федерации, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию этого масштабного проекта. Такой результат стал возможен благодаря системной работе руководства области. Проект кампуса разрабатывался под личным контролем губернатора региона Дмитрия Азарова. В октябре этого года губернатор представил проект кампуса президенту России Владимиру Путину и заручился его поддержкой. ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник вечером. 49-летний водитель ехал за рулем внедорожника по Московскому шоссе со стороны улицы Потапова в направлении улицы Советской Армии. Он сбил пешехода, который переходил проезжую часть Московского шоссе в неположенном месте. Пешеход погиб на месте. Им оказался самарский бизнесмен Денис Фельдблит. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Самарские водители стали реже превышать скорость, даже на 20-40 км в час. Таковы результаты статистики за ноябрь. Инспекторы ГИБДД связывают снижение самого массового вида нарушений с сезонными факторами. Среди них обильные осадки, плотный трафик и общее замедление движения. Как правило, в ноябре в Центральной России уже появляются первый снег, гололед, местами колея и снежные заносы. К этому времени большинство водителей начинают управлять автомобилем аккуратнее, избегают резких маневров, соблюдают дистанцию и не превышают скорость, пояснили эксперты системы фиксации нарушений на дорогах. С декабря 2022 года пассажирский поезд «Самара-Санкт-Петербург» начал курсировать каждый день. Об этом сообщили в федеральной пассажирской компании. Поезд перевели в категорию «Скорый» и сменили номер на 47-й. Состав проезжает через Сызрань, Кузнецк, Пензу, Рузаевку, Саранск, Нижний Новгород, Ковров, Иваново, Ярославль, Рыбинск и Балагое. Время в пути составляет 41 час. Отправление из Самары в 20.26. Из Санкт-Петербурга поезд стартует в 17.45. В Самаре в ночь с 31 декабря на 1 января работа автобусов, трамваев и троллейбусов продляется до 2 часов, сообщает администрация города. Затем автобусы, трамваи и троллейбусы вернутся на линию в 5 утра 1 января. Далее по 8 января они будут курсировать по расписанию выходного дня. Также по информации городского департамента транспорта, метрополитен с 31 декабря по 8 января будет работать в режиме выходного дня с 6 утра до 12 ночи. Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт с нападающим Семеном Бариновым. Срок соглашения – один сезон. Очередным соперником «Ладьи» стал один из лидеров «Востока» – «Белые медведи». Кто одержал победу? В Липецке завершился Кубок России. Всероссийские соревнования – Кубок Петра Великого по гребле «Индор». Обо всем подробнее расскажем в рубрике «Новости спорта». Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт с нападающим Семеном Бариновым. Срок соглашения – один сезон. Баринов в сезоне 22-23 выступал за АКМ. В девяти матчах хоккеист отметился одной результативной передачей. В сезоне 2021-2022 годов Семен также играл за тульскую команду. В 42 матчах на его счету 6 очков. Баринов будет выступать под номером 80. В понедельник 26 декабря очередным соперником «Ладьи» был один из лидеров «Востока» – «Белые медведи». В концовке стартового периода Остап Маслов и Дмитрий Иванов забросили по шайбе ворот уральцев 0-2. Во втором периоде Егор Горбунов в большинстве отыграл одну шайбу. В составе «Волжан» на этот момент было на двух игроков меньше. А в его концовке Александр Филатов сравнял счет 2-2. В третьем периоде Алексей Рыкманов в большинстве и Валерий Сапожников забросили две шайбы в ворота Данила Овчаряка, принеся победу уральцам со счетом 4-2. В Липецке завершился Кубок России и всероссийские соревнования Кубок Петра Великого погребли «Индор». В турнире приняли участие 340 сильнейших спортсменов из 18 регионов Российской Федерации. Самарские спортсмены завоевали 4 медали. Два золота у Александра Визовкина и Анны Рябинкиной. Серебро взял Максим Телицын и бронза у Динара Сайфуддинова. Соревнования по гребле «Индор» проводятся на специальных гребных тренажерах, имитирующих греблю в академических лодках на воде. Эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал Департамента образования Самары рассказывает о том, как поздравили с наступающим Новым годом детей, проживающих в пунктах временного размещения – Стрежень и Дубки. Педагоги дополнительного образования провели для ребят новогоднее представление. В гости к детям приходили веселые снеговички, юные театралы показали спектакль, а самый главный волшебник Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой подарили сладкие новогодние подарки. Телеграм-канал Красноглинского района предлагает рецепты полезных напитков к новогоднему столу. Узвар готовится из воды и сухих фруктов с добавлением меда, компот, морс. Эти напитки не только прекрасно утоляют жажду, но и богаты витаминами. Они также являются мощными энергетиками. Выпив их, человек чувствует прилив сил и желание двигаться. Чай – отличный заменитель алкоголя. Он тонизирует организм, помогает выводить токсины. И холодным вечером согреет лучше любого вина, так же, как и ароматный кофе и различные безалкогольные коктейли. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской сообщает о том, как пройдут новогодние праздники. В этом году масштабные гуляния решено не организовывать. Фейерверка в ночь на 31 декабря не будет. Тем не менее, на площади Куйбышева оформлена праздничная зона. В учреждениях культуры до 10 января запланированы новогодние программы. Для горожан подготовили концерты, спектакли, мастер-классы. В образовательных учреждениях новогодние праздники проходят с 19 декабря. На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков. Кроме того, со 2 по 8 января будет работать физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы». На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самарагис, в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok